внимание ребята если вы находитесь не в россии а в любой другой стране и вам нужен ключ для windows 11 вы можете купить его на cdk sales по ссылке в описании а благодаря вот этому промокоду вы получите скидку 30 процентов подробное видео по установке windows 11 pro и покупки ключа есть у меня на канале к 2024 году доходы у жителей страны упали ну либо как минимум не выросли а на фоне заметно растущих цен понижение доходов в целом я думаю ощутили многие а недавняя рекордная статистика по всяким микрозаймом в этом году в двадцать четвертом как бы подтверждает то что я говорю я знаю что сейчас многие дурачки там из москвы и питера и других мегаполисов написали бы что все хорошо типа чё ты гонишь как обычно нагнетаешь и опять свою палитату ну как бы вы едите в жопу потому что ваше мнение вообще никого не интересует потому что все остальные люди живут в стране в россии они у вас в москве и в питере это отдельные страны такими мини страны внутри нашей страны которые стекаются все бабки идите нафиг но если говорите что у вас там еще так зашибись и все хорошо вас нормальные зарплаты возьмите задонати тогда и сможете написать свой говна комментарий но только уже на пусте потому что здесь я комментарии закрою специально чтобы не читать подобную чушь от вас повторюсь если захотите прокомментировать вот на бусти у вас будет такая возможность так вот в нашей стране в россии не в москве в россии дохода у людей сильно упали ну или сократились на фоне растущих цен а те что остались значительно сценились потому что ну то что можно было купить карм два-три года назад за 100 рублей то что сейчас на эти 100 рублей нужно купить сильно отличается и времена сейчас такие что детям обязательно нужны компьютеры ну и не только детям в принципе так кому-то для офисной работы кому-то просто чтобы посмотреть интернет нужен компьютер который более-менее пригоден для интернета набора текстов в общем компьютер это обязательное устройство сейчас в доме каждого человека мне мне кажется даже гораздо более обязательно чем смартфон как бы там кому не казалось что без ватсапа и без телеграмма прожить вы сможете запросто а вот какие-то рабочие документы подготовить или там для учебы что-то напечатать вы уже на телефоне не сможете но это бред сидеть на телефоне текста набирать а если вы еще и поиграть захотите то вообще тогда тем более компьютер это обязательное устройство вот сегодня я покажу вам какой компьютер можно собрать за примерно 5000 рублей чтобы еще его можно было и для учебы использовать или там для офисной какой-то работы без проблем вообще и даже во что-то поиграть само собой gta 5 это обязательное условие для современного компьютера без этого никуда мышь про школьников говори в первую очередь но это на самом деле шутка такая для любителей говорит что gta это для школоты на самом деле у меня недавно выходил большой обзор gta 5 если кто-то пропустил посмотрите я как человек которому 34 года говорю вам что gta 5 это охренительная игра и всем рекомендую поиграть если вдруг вы пропустили потому что думаете что это для школоты хох с лирическими отступлениями закончили продолжим если вам эта тема интересна то наливайте кто что любит и продолжайте просмотр но перед началом хочу поблагодарить зрителей поддерживающих канал на бусти в донейшн альерс ребята вот без всех вас мой канал просто перестанет существовать поэтому я благодарен каждому кто донатит задает вопросы в сообщениях на бусти и подписывается на один из платных уровней отдельное спасибо ребятам с никами батлборг ликвин павел агенков андрей владюля александр анисимов и всем кто решит поддержать работу канала ссылки есть в описании бусти донейшн альерс кому что удобнее у кого есть возможности желания вот пожалуйста всем спасибо заранее ну а я приступаю и так что же я собрал ну тут по классике естественно за 5000 рублей можно собрать сейчас что-то только на семьсот семьдесят пятом сокете думаю это ни для кого не было сюрприза я купил на авито материнскую плату а и срок g31 не было в тесте где я тестировал типа настольный xbox если вы помните вот это она эта материнская плата на семьсот семьдесят пятом сокете на борту два слота для оперативной памяти стандарта ddr2 поддерживается частота 800 мегагерц двухканалей максимальный объем азу поддерживает до 8 гигабайт то есть поставить сюда можно два так называемых двурядных модуля ddr2 каждый по 4 гигабайта но цена у этих модулей даже на алике настолько охреневшая что вся сборка становится просто бессмысленной и не нужно мне писать что нет эти модули стоит по 400 рублей не надо мне гнать поргу потому что по 400 рублей 4 гиговые стоят только для систем а м.д. для intel а такие модули стоят от 2000 рублей за один модуль по 4 гигабайта и да память для md есть отдельная особенно когда мы говорим про систему на ddr2 там прямо на алике даже сами пишут для м.д. и для всего остального типа это память которая работает на intel и она работает и на м.д. и на intel а то который маркируется только как для md я имею ввиду не производитель памяти знаете сейчас есть м.д. радио нет я говорю ту память которая прям обозначается для систем а м.д. если вы не в курсе то есть такое различие я про это говорил еще году в 2018 мы показывал вам ролик так вот а м.д. стоит 400 рублей за модуль на 4 гига а вот та которая подходит и на intel 4 гиговый ddr2 он стоит 2000 рублей просто то я знаю к чему сейчас все это приведет хотя в принципе комментарии закрыты можно было не объяснить надо так вот я поставил два модуля по 2 гигабайта тоже купил на алике данная материнская плата кстати имеет свое собственное встроенное графическое ядро то есть не так как сейчас стройка в процессоре а стройка именно в материнскую плату и если что я повторюсь у меня есть ролик про то где я собирал иксбокс оригинал там я как раз тестировал на этой стройке потому что эта стройка очень близко по своей производительности с графическим ядром первого иксбокса но сегодня у нас будет дискретная видеокарта и это amd radeon r7 240 с двумя гигами видеопамяти стандарта ddr3 карта имеет производительность на 75 процентов выше чем производительность gpu приставки xbox 360 а это значит что любая мультиплатформа которая работала и на пк и на xbox 360 совершенно точно будет работать и на этой видеокарте ну и конечно же процессор на 775 сокет сейчас имеет смысл ставить только четырех ядерные процессоры но ставить туда core 2 квад я считаю бессмысленным занятием потом как нормальные квады стоят как нормальные зионы на этот же сокет однако у них при этом во первых выше тдп во вторых гораздо меньше объем кэша чем у зеона поэтому берем именно зеон так как он тупо быстрее за те же деньги я взял самый недорогой среди четырех ядерных зеонов это е5 5420 он сразу уже был подготовлен для установки 775 сокет вместо 771 продавец прислал его уже переделан так вот это 4 ядерный процесс с частотой два с половиной гигагерца кэш l2 12 мегабайт и поддерживает шину 1333 мегагерца само собой чтобы он работал нужно чтобы и материнская плата поддерживала такую фсб шину к слову то материнка что купил я поддерживает даже 1600 мегагерц так что можно поставить даже самый последний процесс 775 соки ну и дальше система так как мы собираем очень дешево то я просто купил бы ужаский диск на 320 гигабайт так как покупка ssd было бы слишком дорогой либо он был бы очень небольшого объема типа там 60 гигов но для того чтобы жесткий диск работал нормальный компьютер не тормозил потребуется установка windows 7 потому что нормально работать на жестком диске может только она тому же потребление оперативной памяти в ней будет всего лишь 500 мегабайт приблизительно в то время как на windows 11 или 10 будет порядка двух с половиной гигов и на магнитных хардах будет она тормозит поэтому только семерка само собой стоит отметить что для работы зеона на 775 сокете многие материнские платы требуют перепрошивки биоса на модифицированный я для этого использую вот такой китайский программатор который я давно уже всем рекомендую купить и держать где-то под рукой очень полезная штука может сэкономить вам немало денег если в случае вы неудачно когда-нибудь прошьете bios причем прошивать то можно любые материнские платы хоть современные какие-то не обязательно речь про 775 сам bios я скачивал сайта xeon e5450.ru достаточно полезный и важный сайт для всех зеонщиков ну и соответственно осталось только обозначить блок питания и корпус корпус я купил за 500 рублей это обычный старый был от x корпус полностью комплектный это все что от него потребовалось то есть он толк просто должен быть весь целый а блок питания купил самый дешманский гинзу на 400 ватт новый за 800 рублей но зато это именно новый блок питания и поверьте этого блока с головой хватит для нашего компьютера потребление всех компонентов в этом пока составлять всего лишь 150 ватт в пике а если все-таки докинуть тыщенку допустим или там рублей 700 то вместо жесткого диска можно было бы купить ssd на 120 гигов тот бы еще 20 на 20 сократил бы потребление вот и все компьютер собран все установленное настроенное понятное дело что этот компьютер без труда справиться с офисной работой с набором текстов с рисованием и даже не сильно сложные проекты фотошопе ему под силу само собой благодаря видеокарте без труда будет воспроизводить онлайн видео full hd разрешение поэтому все это я даже не стал вам показывать так как все это я вам показывал даже на примере в стройке в процессор core i3 3220 если что видео тоже есть у меня на канале поэтому давайте сразу к тестам игр но еще хочу напомнить что если вам требуется помощь с апгрейдом вашего пк или нужно помочь со сборкой нового пк под ваш бюджет и ваши задачи или нужно помочь подобрать ноутбук то пишите мне в личные сообщения на бусте ссылка на мой бусте повторюсь есть в описании запись тестов я проводил на свою простенькую китайскую easy cap 284 повторюсь на ней очень плохое качество записи низкий битрейт и всего лишь 30 кадров в секунду так что если вам не нравятся такие тесты с тобой картинкой это опять же можете задонатить я куплю более крутую карту захвата ну повторюсь это только ваше как бы желание если вы хотите чтобы качество роликов улучшилось вот вы можете посодействовать нет я буду дальше писать на эту мне как бы без разницы мониторинг как обычно с помощью msi afterburner ну для начала протестируем counter-strike go игра которая вышла в 2012 году то есть до рождения большинства самих игроков которые сейчас в нее играют и так 720p минималки и при таких вводных у нас от 60 до 115 fps в целом сойдет далее уже классическая игра mortal kombat complete edition эта игра 2011 года которую лично я считаю лучшей частью мк со времен второй части и на высоких настройках с разрешением 1600 на 900 то есть настройках значительно выше чем они в этой игре на xbox 360 у нас стабильные 60 кадров игра в выглядит хорошо играть приятно все ничто далее отличный автомобильный симулятор grid 2 эта игра 2013 года 900 и опять же настройки средние то есть опять же графика у нас тут выше чем в этой же игре на xbox 360 и у нас тут отличный показатель в виде 50 fps в среднем напомню что для гоночных игр все что выше 30 уже хорошо если эти 30 стабильные безо всяких фризов и статоров конечно а у нас тут и вовсе 50 а далее отличная игра 2020 года streets of rage 4 1080p ультра настройки и у нас тут стабильные 60 fps также сразу могу сказать что игра 2022 года черепахи ниндзя вместе шредера тоже просто полетит на этом пк я ее тестировал на более слабых графических ядрах например на старом аймаке 2008 года и тоже протестировал и она там тоже без проблем работала поэтому у нас тут тоже не будет никаких проблем ну и конечно теперь это опять средние настройки повторю средние они стандартные то есть половина настроек на высоких половина на стандартных в общей сумме получается среди серединка 720p и у нас всегда больше 30 кадров играть можно без проблем вообще и да тем кто досмотрел до этого момента даю лайфхак а точнее обязательное условие в любом игровом пк я много раз говорил что файл подкачки в любом игровом пк должен быть установлен вручную а не на авто его объем должен быть равен не менее объему оперативной памяти поэтому gta 5 отлично идет даже на 4 гигах оперативки вопреки многим тестам из ютуба просто поставьте вручную файл подкачки равный 4 гигам в исходном и например 8 гигов в максимальном и все и все будет работать нормально без тормозов от нехватки азы конкретно с gta 5 это отлично работает само собой всякие майнкрафты и доты тут тоже полетят без проблем вот такой пк за 5000 рублей можно собрать его хватит и для поработать и для поиграть школьнику у которого нет никакого компьютера могу также добавить что для экономии можно купить квадратный 19-дюймовый монитор так как на авито незначительно дешевле чем широкоформатные урвать может рублей за 500 даже сейчас если хорошо поискать и так еще раз ищите материнку за 500 рублей с чипсетом g31 или g41 их на авито полно далее идете в описании под это видео там найдете ссылку на процессор и оперативную память которую нужно купить далее покупайте совершенно любой кулер сокета 775 на авито опять же их там по 150 200 рублей продают что они как правило больше никуда не подходят там же ищите видеокарту r7 240 их обычно отдают по 1000 рублей покупайте жесткий диск за 500 рублей объемом 250 300 гигов любой блок питания за 800 900 рублей желательно новый мощностью 400 ватт приблизительно любой корпус до 500 рублей на авито опять же их полно и у вас готовы пока за пятерку надеюсь кому-то я помог потому что я знаю что многие люди не могут позволить себе каких-то компьютеров там за 30 40 тысяч рублей и они все думают им же в тубе все наговорили типа что невозможно собрать ничего за 5000 чтобы этим можно было нормально пользоваться я вас уверяю что вот этот комп за пятерку получается но для повседневных офисных таких задач просто отличное решение бег вообще без проблем а если вы еще хотите поиграть то вот список игр приблизительных которые он тянет я вам сегодня продемонстрировал любые старые игры там до 2010 года которые выходили на xbox 360 на комп этот компьютер будет тянуть просто без проблем туда же например крайзис 1 2 вообще нормально спасибо вот этим ребятам за поддержку моего канала подписка на бусте именно благодаря поддержке зрителей я все еще имею возможность покупки и тестирование железок для вас на канале подписчики бусте получает контент раньше чем на канале к тому же безо всякой рекламы а также им доступен эксклюзивный контент который там иногда выходит но это начинается уже со второго уровня за 99 рублей и доступ в наш дискорд тоже кстати говоря со второго уровня вы получаете в дискорде мы уже можем обсуждать любые ваши компьютеры игры и так далее то есть все можем там в лайф формате обсудить конечно у меня там не часто бывает возможность заходить но иногда я захожу и как бы массово сразу вижу там чита вопросы ко мне там и без меня на самом деле полно толковых ребят которые в случае чего вам тоже смогут помочь все полезные ссылки в описании если у тебя есть жгучее желание прокомментировать этот ролик то ты можешь сделать это либо на бусти либо на цене такой лайфхак небольшой на цене комментарии тоже открыты но для этого надо быть подписан там ссылка на цену мне тоже есть в описании пока